Всем привет! Перед первомайскими праздниками у меня на участке расцвели вот такие шикарные тюльпаны. Я показала их несколько дней назад и теперь в комментариях полно вопросов, где же я взяла такую красоту. В таком количестве так много, а самое главное название сорта. Я сейчас вам расскажу. Конечно, в первую очередь людям бросаются в глаза вот эти белые тюльпаны. Сорт называется The Age. Я покупала их, друзья, оптом на сайте. Было это почти в декабре. Я живу, друзья, в Волгоградской области и покупать тюльпаны чуть ли не перед самым Новым годом, но я это делаю уже не первый раз. Я вам сейчас объясню почему. Потому что в основном в средней полосе в это время уже лежит снег, земля замерзла. И фирмы, которые закупают посадочный материал за границей, в той же самой Голландии, они делают большие скидки. Для того, чтобы тюльпаны не хранить, в холодильниках не держать, бывают распродажи поздней осенью. Если для средней полосы это на самом деле поздно, то для Волгоградской области это, ну я не скажу, что в самый раз. Ну можно. И когда я выписала эти тюльпаны, они пришли у меня за два дня до наступления прям сплошных морозов. То есть мы их посадили, копали под лопату вот на этом участке и через два дня земля замерзла так, что никакая лопата ее больше не брала. Естественно, я всю зиму сомневалась, выживут ли они, потому что у нас была очень дождливая осень. То есть земля вся промокла. У нас вымерзло в этом году очень много роз. И честно говоря, я даже не надеялась, что мои тюльпанчики хорошо перезимуют. Тем более, что часть из них, которые я не успела воткнуть в землю, остались луковицы. И я посадила их в короба, в ящики и оставила в тепле. Мне надо было их спустить в погреб, но я оставила в тепле. И в результате я думала, что весной они у меня расцветут. Я так делаю не первый раз. Но так как они стояли в тепле, они у меня просто-напросто не укоренились, засохли, и я луковицы выкинула. Их там было достаточное количество, но я думаю, где-то около 100 штук. Это те луковицы, которые просто-напросто не влезли в землю, потому что она замерзла. Я вам уже сказала. И я, естественно, сомневалась, взойдут ли весной у меня то, что я вот посадила в землю. Ну, как оказалось, здесь тюльпаны прекрасно перезимовали. Посмотрите, как они выглядят. Мне очень нравятся. Я сейчас снимаю уже время послеобеденное, и скрылось солнышко, и тюльпанчики закрылись. В моем канале, в Телеграм, люди могут наблюдать, как они смотрятся при свете дня. Они очень красивые, очень. Они мне напоминают даже не тюльпаны, а какие-то анимоны. Я не хочу, чтобы они отцветали. Они так красиво выглядят. Их смотрятся именно хорошо еще и потому, что их очень много. Друзья, чтобы купить столько тюльпанов, давайте сразу начнем с цены. Я покупала их по 28 рублей за луковичку. Я брала ящик белых и ящик вот таких розовых. Белые называются The Age. Название розовых я не помню. Вы мне напомните, я напишу название в комментариях. Я нашла в интернете сайт, который занимается оптовыми поставками. Нашла я его, можно сказать, наугад. Их там на самом деле много. И вот эти луковицы тюльпанов стоят 28 рублей. Самые дорогие, как раз вот эти белые. По-моему, они дороже, чем розовые. Но, друзья, в ящике их 600 штук. Когда мне пришли эти посылки с ДЭКом, причем рассылают они вообще, можно сказать, моментально, тут же отписываются на WhatsApp. Кстати, это не реклама, они мне не платили. Но просто на самом деле, ну, людям нравится, мне тоже очень нравится. Я собираюсь провернуть эту историю еще раз осенью. Сейчас там как раз я зашла на этот сайт. Там принимаются, ну, не то что заявки, но, во всяком случае, можно подписаться на уведомления. Там будут пионы, тюльпаны, гиацинты, крокусы. Когда я заказывала чуть ли не в декабре, ни крокусов, ни вот этих вот гиацинтов уже не было. Все просто продали. Были тюльпаны. Причем большая часть их как бы была продана. Я брала из того, что осталось. Вот выбрала, я очень довольна. Ну, так вот, и вы, значит, это все оплачиваете, берете ящик. И вот, когда вы берете такую, как бы, это называется мелкий опт от одного до десяти ящиков, то стоимость луковички одной 28 рублей. Это, на самом деле, вообще недорого. Потому что луковицы в обычных розничных магазинах, луковицы тюльпанов продаются 60-70. В Аби я брала по 40 рублей. Ну, так вот, на этом сайте, название вы увидите в закрепленном комментарии, я вам оставлю, чтобы вы меня больше не спрашивали. На этом сайте вы можете взять не ящик 600 луковиц, можно взять по 50 штук. И вот по 50 штук я тоже брала вот эти вот оранжевые тюльпаны. Это как раз и есть по 50, но они тоже очень плохо взошли. Вот, там цена около что-то такое вот 40 рублей. Ну, в общем, я скооперировала с подружкой, с Дианой Строгой, и мы взяли, пришло это все на мое имя, в Волгоград. Два таких огромнейших ящика, я, честно, я не ожидала. Хорошо, что я поехала туда на машине. Мы перепаковали, тут же пересчитали как бы луковицы. Я половину тут же отослала ей в Саратов, и она тоже посадила, и у них тоже через несколько дней ударили морозы. Но у нее луковицы перезимовали похуже, потому что у нее не было вскопанного как бы... Или она не смогла вскопать, ну, в общем, она разложила их по земле и засыпала сверху грунтом. Но я вот смотрю то, что у нее сейчас там получилось. Вот, не очень, конечно. У меня взошло лучше. И вы знаете, но... Возможно, что они там просто как бы сидят, и на следующий год они пойдут. Во всяком случае, свои я точно трогать не буду. И вот такая красотища получается, что нам досталось. Да, денег мы отвалили сразу много. Но я считаю, что это того стоит. Я надеюсь, что они нормально перезимуют. Это на несколько лет. Вот. Я не помню, я что-то там продала по интернету. Может быть, мне кто-то заплатил за рекламу. И я эти деньги вложила в цветочки. Но вы, дорогие судоводы, меня поймете, потому что вы делаете из года в год и за дня в день то же самое, как когда наступает весна. Мы начинаем опустошать кошельки, что-то покупать. Вот для того, чтобы получить вот такую положительную эмоцию, когда мы наблюдаем за тем, какие красивые цветы растут в нашем дворе. Теперь, вчера я завела вот этот культиватор. Хотела пропахать здесь вот так полосу земли. Потому что, друзья, вот здесь у меня, видите, какие красивые пионы цветут. У меня ничего не получилось. В общем, мне сказали, что надо покупать к нему плуг, потому что это целина. Фрезы не берут. И я хочу посадить сюда еще цветочки. Я их, между прочим, сегодня купила на севере нашей области. Я там была по своим делам. И там большой-большой рынок, где люди продают излишки своих растений. Я купила. Я вам сейчас покажу, что же я приобрела. А приобрела я хосты по 100 рублей. Ну, там по 2-3, как бы, таких вот штучек ростка. У меня есть свои хосты. Они растут в углу двора. Мне их жалко трогать. В общем, я приобрела по 100 рублей. Это недорого. Женщина торговала по 150. Ну, так как я забрала у нее сразу 10 штук, она мне на 1000 10 хост. Я купила, по-моему, 6 флоксов по 100. Тоже по 100 рублей, кажется так. Купила один пион по 250. Но я, честно говоря, сомневаюсь, как можно проросший пион сажать весной. Ну, в общем, у меня они все красные. Я хочу белые. Купила на всякий случай. И купила много-много бархатцев. Около 150 штук. По 5 рублей за один. Ну, для того, чтобы вот эту вот клумбу. У меня есть свои бархатцы. Но они у меня еще... В общем, можно сказать, что я их еще и не сеяла. Мне же некогда. И посмотрите, вот эта вот красотища. Мне очень нравится. То, что таким газоном, как бы поляной смотрится. И понятно, мне люди правильно в комментариях пишут. Ну да, у тебя сейчас, говорит, поляна красивых тюльпанов. А потом будет поляна увядших тюльпанов. Надо их закрывать чем-то. Это проблема. Чем их закрыть? Ну, в общем, мы посмотрим. Возможно, я петунии сюда посажу. Либо что-то еще. Но мне очень нравится. Я рада, что я удовлетворила ваш запрос по поводу того, что это за сорт такой красивый. Таких красивых тюльпанов. Переходите по ссылке и смотрите. Может быть, знаете, я повесняю. Может быть, мы вот здесь, кто рядом живет, организуемся для того, чтобы купить много луковиц. Ну, понятно, да? Либо я на вас на всех куплю. Ну, в общем, мы что-нибудь придумаем, кто вот хочет. Потому что мне тоже. Я хочу разных. Но мне 600 луковиц каждого сорта. У меня же все-таки не питомник. Тоже многовато. Я бы удовлетворилась там 150 луковиц. Понимаете? А мелкой фасовкой брать, они сразу в два раза дороже. Ну, в общем, вот как-то так. Ну, я думаю, что давайте мы что-нибудь придумаем. У нас здесь расцветают яблони. Посмотрите сзади, как красиво, как красиво. Это очень красиво. У меня много вот такой белесой травки. Вот видите, вот здесь в самом низу. Вот, посмотрите, вот здесь. Вот, вот здесь. Вот, вот здесь. Видите, здесь растет травка. Не знаю, как она называется. Я собираюсь эту травку рассадить такими же пятнами, чтобы это было красиво. Здесь у меня, где растут тюльпаны, но здесь еще не разрослись растения. Здесь хрен будет расти. Скумпия должна. А вот там, друзья, у меня на горизонте пузыреплодник, потом окопник. Ну, в общем, здесь тоже будет симпатично. Вы увидите. Вот здесь я посадила, видите, с красными листьями. Это яблоня. С розовыми такими цветами, с красными листьями. Я все время неправильно называю его название. Ее название, по-моему, яблоня Недзветского. Буквально позавчера мы почистили пруд. Вода в нем еще не отстоялась. Видите, я выгребаю граблями. Здесь у нас все подсохло. Это, друзья, чакры. Надо еще раз завести мотор, чтобы заливалась сюда вода. И вот эта тухлая вода, она будет уходить в цветочки, а чистая останется здесь. Она потом отстоится, и будет красота. Вот этот мусор, который здесь был за зиму, я вот так вылавливаю граблями. Может быть, даже сюда поставим мотор, который выкачивает яму, для того, чтобы эту воду все вычерпать. Вот, смотрите. Я купила вот такие хризантемки. Это шаровидные хризантемки. Что-то тоже недорого, по 40 рублей за кустик. Маленькие, укрененные. У меня есть свои, но много выпало за зиму. Здесь у нас флокс розовый. Четыре кустика. Пять кустиков. Вот, рассажу. У меня не очень он хорошо идет. Вот, смотрите, тот самый пион и хоста, про который я вам говорила. Белый пион и вот такие хосты с разноцветными листьями. Вот видите? Вот такой. Это мы тоже посадим. А вот те самые бархатцы. А это у нас лилейники и два клематиса. Вот такую красоту я организовала у себя на огороде. Так, друзья, пошел дождик. Это надо снимать. Это я, видите, досушивала. Привезла кофту по заказам. Ездила к вязальщице. Я же еще занимаюсь пуховыми вещами. Ссылочку вы можете посмотреть под видео. И вот она должна была досохнуть. Вот так как пошел дождь, то, естественно, все это я сейчас убираю. И всем пока. Пройдите по всем ссылочкам. Подпишитесь на канал. Потому что я всегда выкладываю какие-то интересные истории. Со мной вам скучно не будет. Это абсолютно точно. И всем пока.